Субтитры предоставил DimaTorzok Забота о своих. Расскажем, как самарские бойцы, которые вернулись в передовой, проходят реабилитацию в новом отделении госпиталя ветеранов и войн. Тот случай, когда стены тоже лечат. Мирный беспилотник. Самарский отряд «Лиза-Алерт» теперь будет искать пропавших, в том числе и с помощью коптера. Как дрон поможет волонтерам. Смертные грехи человечества сквозь призму художественных образов. В областной столице презентовали выставку работ, в которых авторы поразмышляли о добре и зле. Все для защитников Родины. В областном клиническом госпитале ветеранов и войн работает новое отделение реабилитации. Оно открылось в прошлом году. Здесь проходят лечения, в том числе участники спецоперации. Ольга Павловская продолжит тему. Здравствуйте. Добрый день. Отдыхайте. Добрый день. Застать бойцов в палате не так уж и просто. День расписан, процедур множество. Это отделение заработало в 2023 году. Оборудование – все новое. Мы очень довольны, потому что все современное, легко обслуживается. Быстро можно обучить среднемедицинский персонал, что очень важно. Подход в реабилитации у нас немножечко иной, не как в обычном здравоохранении. Мультидисциплинарная реабилитационная команда работает. Это невролог, врач ФРМ, врач лечебной физкультуры, врач-физиотерапевт, инструктор-методист. На ремонт помещения и закупку оборудования ушло 8 месяцев. Поручение об открытии отделения для реабилитации и бойцов, и их семей глава региона дал в 2022 году. Отделение не только технологичное, но и, можно сказать, уютное. От эмоций пациентов зависит многое. И здесь персонал старается, чтобы они были только положительные. В отделении 20 койко-мест, палаты разные. Например, вот в этой военнослужащие проходят лечение вместе со своей женой. Ранее Александр был в санатории Сергеевские минеральные воды в Серноводске. Как там? Были в нормальных условиях? Да, тоже условия хорошие. Как и здесь, тоже отлично все. Врачи хорошие. Там совсем недавно, еще три года назад, все было в совершенном запустении в Серноводске. И очень рад, что мы там вели порядок. Понравилось вам тоже? Да. Вместе были? Да. Мы там были всей семьей, да. Вот, очень рад. Очень правильное. Улучшение идет, на поправку иду. А по-другому здесь кажется и невозможно. Врачи и медсестры заботятся о своих пациентах. Лечился в Санкт-Петербурге три месяца. Потом вот попал на реабилитацию сюда. Нахожусь здесь в пятый день. Спасибо большое персоналу. Вот здесь вот я практически начал, ну, ходить, так скажем, без костылей. Оборудование все самое современное. Его поставляет в том числе и Самарский медуниверситет. Впрочем, на достигнутом останавливаться не будут. По поручению главы региона уже проходит ремонт и в другом отделении. Ожидают поставки из специального аппарата МРТ. А его закупки Дмитрий Азаров договорился в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В этом отделении привлечились 200 с лишним человек. А через аппаратуру прошло уже 500 с лишним человек из разных отделений. Коллеги, нам по оборудованию не надо останавливаться. То, что мы обязаны просто сделать для наших героев-защитников, вот здесь на передовой, восстановление их здоровья, возвращение к жизни нормальной, конечно, вам за это огромное благодарю. Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Новости губернии. В очередной, уже 30-й по счету рейс, Самарская область отправила гуманитарный конвой в зону спецоперации. В сборе помощи бойцам приняли участие общественники, нотариусы, предприятия и сотни неравнодушных жителей. Отправка ценного груза прошла в рамках акции «Своих не бросаем». Подробности в материале Сергея Павлова. Для самарских бойцов снова собрали все самое необходимое. Точка притяжения – окружной дом офицеров, где в рамках акции «Своих не бросаем» формируется уже 30-й по счету гуманитарный конвой. Военнослужащим второй армии помогают всем миром. Общественная и торгово-промышленная палаты Самарской области, региональная федерация профсоюзов, нотариусы, предприятия и неравнодушные жители. Потому что мы знаем, насколько это важно. Потому что вы посмотрите, какая странная погода. А наши ребята сейчас сидят в окопах, и на них, как и на нас, сейчас капает вот эта небесная влага. Укрывной материал. Полторы тонны макаронных изделий мы отправляем, потому что вчера вышли на нас ребята, которые сказали, не представляйте нас, только передайте. И мы это сделаем. Вторая армия всегда находится рядом с нами. Важно потому, что там, в зоне СВО, находятся наши земляки. Наши и коллеги принимают участие в боевых действиях. Поэтому важно поддержать их. И мы регулярно собираем гуманитарную помощь по тем заявкам, которые они дают. В чём они нуждаются. Груз полностью соответствует заявкам бойцов от Самарского батальона. Это окопные свечи, тёплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания. Своё тепло дарят защитникам и дети. В коробках самое ценное. Открытки и рисунки школьников. Пусть знают, что мы здесь, их затыл. Мы верим в них, ждём их невредимыми здоровьями, верим в наши победы. В наших посылках то тепло, которое мы с любовью собирали. И, безусловно, это рисунки и тёплые слова наших детишек. Доставкой до места назначения гуманитарного конвоя занимается общественный культурно-социальный фонд «Звезда Элира». Всего же в рамках акции «Своих не бросаем» из Самарской области собрано и доставлено бойцам уже более 6 тысяч тонн помощи. Сергей Павлов, Константин Макаревич, Новости губернии. Своя особая миссия в дни, когда идёт спецоперация у самарских музыкантов. В области продолжается первый патриотический фестиваль бардовской песни «За победу». О чём поют его участники, где выступают и почему называют своё творчество «Особыми репортажами». Расскажем прямо сейчас. Языком музыки говорят о насущном и вечном, делятся своими чувствами и мыслями. Одними из первых на сцену выходят два исполнителя – авторы проекта «Едем на Донбасс». Первые свои песни они написали ещё в прошлом веке. Настоящую же популярность обрели не так давно. Музыканты пишут и исполняют патриотические песни. Одни – ободряющие, другие – лирические. Но неизменно поднимающие моральный дух защитников Отечества. Наши песни – они о любви. О любви к родине, о любви к маме, о любви к детям, о любви к жизни. Вот это всё вместе для нас и значит патриотизм. На уровне поэтическом, на уровне музыкальном мы рассказываем истории. К тылу мы рассказываем о фронте. К фронту мы рассказываем о тыле в такой музыкально-поэтической форме. Делаем песни-репортажи, очень похожие по своей сути на творчество Владимира Высоцкого, Юрия Винсбора, которые были непревзойденными мастерами именно этого жанра. Этот концерт – часть проекта «За победу», созданного по инициативе Самарского отделения офицеров России и при поддержке клуба имени Валерия Грушина. Впереди ещё почти две недели выступлений на 20 площадках региона. Концерты прошли с большим успехом. Нас все принимали здорово и в госпиталях, и в воинских частях, и в школах. И мы ещё раз убедились, что наша страна – великая культура, великая душа, у которой невозможно победить. Участвуют у нас ведущие авторы-исполнители военной тематики, легендарные люди, такие как Михаил Михайлов, Сергей Кузнецов. Это классики военной авторской песни. Идея создания такого патриотического события появилась на Грушинском фестивале летом 2023-го. Военно-патриотическая сцена «За победу», которая работала там, была одной из самых популярных на фестивале. На ней выступили сотни артистов. На гала-концерте Михаил Калинкин выступил с песней «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Во время исполнения вся гора встала. Зрители начали подпевать боевому офицеру. Стало очевидно, потребность в таких патриотических мероприятиях в обществе есть, и она очень высока. Это важно не только для артистов, это важно всем. Потому что эти песни петь необходимо, эти песни петь нужно. Потому что нечасто мы их услышим по телевизору, тем более наша молодежь, с которой необходимо работать, с которой мы и работаем. Мы выезжаем в школу, поем эти песни там, рассказываем им о той ситуации, которая происходит сейчас в стране. Музыканты уже успели побывать с выступлениями в санатории «Волга», в военном госпитале, в клубе 15-й бригады. А еще провели концерты в учебных учреждениях, среди которых Самарский медицинский колледж имени Ляпиной. Екатерина Кузина, Сергей Попов, новости губерния. 15 февраля в нашей стране отметят День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На эту дату приходится 35-е годовщина со дня завершения вывода советских войск из Афганистана. Этим событием посвятили документальную фотовыставку, которая открылась в здании областного правительства. Какие эмоции вызвала экспозиция и в чем ее миссия? Ответы знает Елизавета Должикова. Незаживающие раны и все это должно стрелять возвратились домой. Название снимков красноречивы, как и то, что на них запечатлено. В Самаре презентовали фотовыставку, приуроченную в 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Автор работ Вячеслав Киселев, профессиональный фото-журналист, объездил почти весь мир. За 6 лет он совершил 9 длительных командировок в охваченной войной Афганистан. Не раз бывал на передовой и снимал боевые действия. Цель выставки, наверное, напомнить обществу, что была операция, которая длилась 9 лет и 2 месяца. Наши советские солдаты, офицеры выполняли приказ Родины далеко от дома, в тяжелейших условиях, в экстремальных условиях. Противостояли зарождающимся тогда терроризму. Особый трепет экспозиция вызвала у тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях. Ветераны поделились своими воспоминаниями о тех страшных днях. Они уверены, всё было не зря. Если поехать в Афганистан, то долг наш действительно прямо везде чувствуется. Первое. Отношение афганцев к нам. Вот я проехал второй раз. Я без охраны, без ничего появлялся в любом месте. Никаких проблем. Второе. Это отношение людей. Второе, конечно, мы создали много. Во-первых, построили школы, открыли институты, обеспечили уже современную молодёжь, которая обучалась у нас по всем направлениям, по всем специальностям. Мы подготовили военные кадры. Они закончили нас от военных училищ до Академии Генерального штаба. Ветераны боевых действий признаются, события 35-летней давности очень перекликаются с тем, что происходит сегодня, когда защитники России вновь встали на защиту Родины. Вы посмотрите на любой праздник, вот будет День Победы и где придите, маленькие ещё дошкольники уже в военной форме. И вот пока такие есть дошкольники в военной форме, такая страна или такой народ победить нельзя. Пока мы вместе, нас не победить. Победа будет за нами. Сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов, а также созданию условий для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, большое внимание уделяет глава региона Дмитрий Азаров. Глава региона вместе с неравнодушными земляками активно поддерживает военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения спецопераций. Елизавета Должикова, Сергей Александров, Новости губернии. К другим темам. Центр поиска пропавших людей из Самарской области начинает новый этап проекта «Будь с нами», который стал победителем конкурсов фонда президентских грантов и получил господдержку. Как проходят поиски и кого чаще всего разыскивают, ответы в нашем следующем сюжете. Несовершеннолетнюю Алину из Самары искали с начала февраля. Участвовали и полицейские, и сотрудники МЧС, и общественники из отряда «Лиза-Алерт». В итоге нашли, но, увы, слишком поздно. Тело 16-летней девочки обнаружилось на острове Проран. Впрочем, чаще всего пропавших людей удается найти живыми. Во многом это как раз результат совместной работы. Тут решается судьба человека, когда необходимо в кратчайшие сроки его найти, оказать помощь. К сожалению, такие случаи в нашем регионе бывают. И на каждый случай мы реагируем, проводим полный комплекс мероприятий. Также вот вместе с Центром поиска пропавших людей, МЧС. Каждый случай – это индивидуальная личная история. Но, как правило, есть факторы, их объединяющие. Это, к примеру, эмоциональное состояние и возраст. Часто среди пропавших – пожилые люди, которые страдают деменцией. А в случае с несовершеннолетними – причины другие. Мы для себя выделяем три основных группы риска. Это несовершеннолетние до 12 лет самые тяжелые заявки, когда дети еще не понимают всех рисков нахождения вне дома, вне семьи. До 12 до 18, когда у несовершеннолетних начинается вот эта нота протеста, и взрослые для них начинают быть неуказ и так далее. И также такая достаточно тяжелая группа риска – это наше старшее поколение, возраст 60+. Когда человек выходит на улицу, он, забывая дело, находится. Центр по поиску пропавших людей со своим проектом «Будь с нами» выиграл президентский грант. Средства пойдут на приобретение планшетов и оборудование, необходимого для эффективной работы. Оно будет использоваться инструкторами как для обучающих мероприятий, так и для реальных поисков. Например, чтобы успешнее находить людей за городом в ночное время, добровольцев отряда «Лиза-Алерт» снабдят беспилотником с инфракрасным датчиком. Сейчас вот можно увидеть, как шесть экипажей патрулируют город Самару. Самарская область традиционно является одним из лидеров по количеству проектов победителей и размерам финансирования средств фонда президентских грантов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в регионе создали систему сопровождения идеи проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Благодаря этому с 2017 года НКО Самарской области получили грантовую поддержку из президентского фонда на общую сумму более полутора миллиардов рублей. Юлия Клёнова, Мария Левина, Новости губернии. А сейчас о происшествиях. Авария под прицелом регистратора, столкновение с автобусом и задержание наркокурьеров в Отрадном. Обо всем подробнее в обзоре от моего коллеги Николая Гришечкина. В Тольятти минувшим утром слишком высокая скорость стала причиной аварии. На южном шоссе поток машин притормозил перед пешеходным переходом. Однако один из водителей сделать этого не успел. Скользкая дорога увеличила тормозной путь, легковушка вылетела в сугроб и уткнулась в световую опору. В этой аварии, к счастью, никто не пострадал. А в Самаре в ДТП попал пассажирский автобус. Всё произошло в Кировском районе города на аэропортовском шоссе. Микроавтобус, следующий по маршруту, не разъехался с кроссовером. Среди пассажиров никто не пострадал, однако из-за аварии на дороге образовался внушительный затор. Причины ДТП устанавливают сотрудники полиции. В завершение о поимке наркокурьеров из Отрадного. Полицейские задержали двух молодых людей, которые могут быть причастны к незаконному обороту запрещенных веществ. Проходить экспресс-тестирование оба отказались, а при досмотре у них обнаружились свёртки с порошком. Как позже показала экспертиза, это были психотропные вещества массой 31 грамм. Дома у задержанных нашли ещё более 20 свёртков. Сами молодые люди рассказали, что хотели заработать по-быстрому, приобрели наркотики через интернет и хранили для того, чтобы продать. Но не успели. Сейчас они находятся под стражей, возбуждено уголовное дело. У меня на этом всё. Берегите себя. И в продолжении темы. По данным ЦИОМ, 41% россиян полагают, что употребление наркотиков – это болезнь. А тем, кто употребляет, нужна медицинская помощь. О том, как идёт борьба с этим асоциальным явлением в 63-м регионе, мы поговорим сегодня с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков и областного главка, полковником полиции Владиславом Константиновым. Добрый вечер, Владислав Николаевич. Добрый вечер. Расскажите нам, какую работу проводят правоохранительные органы по противодействию незаконному обороту наркотиков в нашей области. Ну, могу сказать, что сотрудниками правоохранительных органов на территории региона в 2023 году зарегистрировано, чем в логичном периоде прошлого года, преступлений больше – около 4 тысяч. Соответственно, по количеству лиц тоже мы задержали больше, на 100 лиц больше, чем в логичном периоде. Также незаконного оборота изъято около 300 килограмм различных наркотических средств. Также нами было выявлено и задокументировано две нарколаборатории на территории Самарской области, которые изготовили наркотические средства. Также была документирована преступная деятельность трех преступных сообществ, две из которых этнического происхождения. Соответственно, они распространены наркотики бесконтактным способом на территории Самарской области. Данные лица были задержаны. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. Также нами было задокументировано и ликвидировано 36 наркопритонов, которые предоставляли свои жилые помещения для употребления наркотических средств на территории Самарской области. Могу сказать, что нами проводится работа по документированию сети интернет. У нас создан IT-отдел, которым на постоянной основе проводится работа по выявлению пронаркотических сайтов. В текущем году 152 данных наркотических средств было выявлено. Все данные сайта были направлены в Роскомнадзор для их блокировки, которые были незаметно заблокированы. Как Вы считаете, увеличение случаев как-то связано, в том числе и с интернетом, то, что вот эта пропаганда проходит в сети и доступна там, в том числе для молодых людей? В любом случае мы проводим мероприятия, направленные на выявление данных сайтов и дальнейшем их блокировки. Вот вербовка, если говорить о вербовке в наркокурьеры, как она проходит? Много ли таких случаев? Ну, касаемо вербовки, конечно, безусловно, у нас злой это интернет, в интернете все располагается, вербовка идет с стороны организаторов наркомагазинов. Ну, в любом случае, Вы должны обращать внимание, вот что касаемо детей, обращать внимание, куда Ваш ребенок посещает, какие сайты, на что он обращает внимание, в каких группах состоит. Ну, а как это происходит? Вот просто ребенку пишет какой-то там человек с неизвестного профиля, напрямую или как? Ну, в любом случае, да, он напишет ему с неизвестного профиля, переходят они потом мессенджеры и предлагают ему работу, быстрый заработок, там, суммы называют 50-100 тысяч, грубо говоря, там, в день можно заработать. Соответственно, большой соблазн идет у ребенка, ну, обычного гражданина, но мы понимаем, то, что соблазн-то он есть, да, большие деньги платятся, но, тем не менее, есть ответственность, уголовная ответственность. Для именно закладчиков, так называемых, уголовная ответственность у нас идет от 8 до 12 лет. А для тех, кто призывает новых людей в закладчике, для них какая-то предусмотрена? Ну, в любом случае, вот, повторюсь, то, что мы пришли на деятельность трех организованных преступных сообществ, вот они тоже занимались и по призыву, именно в состав входили несколько закладчиков по, в том числе и региональной, и межрегиональной по сбыту наркотических средств. А вот если просто человек там пошел прогуляться на улицу, вышел, да, там, в парк в пригожий день и где-то случайно увидел закладку, что вот ему нужно делать в этом случае? Ну, если случайно увидел закладку, так, можно сказать, возможно, это закладка, да, возможно, это наркотические средства. Соответственно, ему надо позвонить по телефону, который 921-22-22, 921-22-23. И незамедлительно сотрудники полиции выйдут и будут проводиться мероприятия по изъятию данной закладки и установить лица, который, возможно, эту закладку туда положил. Когда родители подозревают в своем ребенке что-то неладное, какое-то атипичное поведение, подозревают его в употреблении запрещенных веществ, что тогда ему делать? Какие-то есть советы? На что вообще обратить внимание в поведении своего ребенка? Ну, обратить внимание на ребенка, во что он... Ну, понятно, то, что вы покупали какие-то вещи, у него появились какие-то новые вещи, там, телефон появился новый, соответственно, более дорогой, который вы приобрели, который вы не смогли приобрести, а он приобрел. Также посмотреть у него телефон, посмотреть у него мессенджи все, на какие сайты он, куда он заходит, посмотреть также на его состояние, мимику, движение, ну, соответственно, как он заторможенный, либо быстро говорит, быстро, ну, что-то делает. Возможно, он, возможно, употребляет наркотические средства. Соответственно, вы можете обратиться к врачу-наркологу по месту жительства, а, соответственно, любой гражданин, обратившийся за помощью, не будет привлечен к административной ответственности. Это можно как и анонимно обратиться. Также он может обратиться к нам в полицию, соответственно, для установления лица, возможно, если он употребляет, и установить лица, кто ему забывает наркотические средства. По вашему опыту, да, вы все-таки не первый год в этом деле. Насколько меняется вот эта отрасль в Самарской области? И все-таки можем ли мы надеяться, что в ближайшее время будет сокращение этих цифр? Ну, могу сказать то, что мы стали изымать... Конечно, меняется наркотизация населения у нас снижается. Мы стали изымать как-то, пресекать и каналы поставки сюда ввозимых наркотических средств. Вот в текущем прошедшем году мы начинаем деятельность одного канала поставки с другой страны. Соответственно, больше стали именно пресекать деятельности нарколабораторий и поступление каналов поставки для того, чтобы меньше поступало вот этих вот наркотиков на территории региона и вообще на территорию страны. Надежда есть? Есть, конечно. Это все зависит от граждан, от бдительности, от самих граждан, именно от детей. Больше пускай занимаются спортом, ведут активный образ жизни. Ну, не надо. Не надо вот этого общения сторонние, там, в интернете что-нибудь интересоваться. Лучше обойти это стороной. Обойти это стороной. Спасибо. Напомню, мы говорили с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Владиславом Константиновым. Ну, а мы продолжаем выпуск. Всем, кто собирается посетить новую выставку «Семь смертных грехов», организаторы советуют морально подготовиться. Стол художников со всего мира вышли на бой с гордыней, жадностью, гневом, завистью, прелюбодеянием, чревоугодием и унынем. О тонком балансе между грехами и добродетелями наш следующий материал. На творческую битву со смертными грехами вышли три поколения рыцарей художественного образа. География авторов впечатляет. Самара, Москва, Пенза, Армения, Абхазия, Беларусь. Среди участников выставки «Семь смертных грехов» академики Российской академии художеств Константин Худяков и Дмитрий Санжиев. Мэтры самарского изобразительного искусства Владимир Терехин, Александр Мальцев, Евгений Чертыковцев, Николай Ельцов, Сергей Гриднев. Художники новых формаций. Денис Вертига, Неромозус, Фролл Веселый и совсем юные, никому неизвестные авторы. Мы создали детские выставочные комитеты, решив, что только чистые души способны правильно размышлять над такими вещами. И одновременно это был призыв художников рисовать работы в том виде, который был бы понятен всем, включая детей. В экспозиции и скульптура, и роспись по шелку, и куклы, и даже ювелирные украшения. Здесь и батики Алисы Самаринкиной, инсталляции Игоря Гузеева, Елены Ковалениной и Василия Нечапорука. Фотоработы Аллы Кучерявой и Николая Муханова. Одежда Юлии Гладуновой. Если это зависть, это какое-то плодовое растение, они друг на друга смотрят и как будто завидуют. Например, если это обжорство, то это, ну, типа коробочки, которые лопаются от того, что они как будто бы объелись. Вот, и если посмотреть кимоно, то каждому смертному греху у меня тут соответствует какое-то растение. Тяжелому кимоно «Семь грехов» дизайнер противопоставила воздушные с семью добродетелями. Посетители могут примерить выставочные экспонаты и сравнить ощущения. Владимир Терехин создал огромное полотно «Мистерия 21 века». 5,5 на 3,5 метра содержит тысячи узнаваемых лиц и даже фото о родителей художника. Что бы могло произойти, если бы, допустим, вот Иисус Христос приехал в Самар, как бы это все было? Вот это меня подтолкнуло к тем, ну, здесь все известные люди, все там, кто-то, допустим, не находится, я спрашиваю, а где я? А я говорю, там вот, где маски-то вот еще не сняли, там вы в маске просто, тут же в масках. Сто художников и шесть сотен творений. Масштаб экспозиции «Семь смертных грехов» позволил заполнить не только новые, но и открытые пространства в стенах Самарской областной научной библиотеки. Удалось ли авторам уравновесить грехи и добродетели, организаторы планируют узнать через обратную связь со зрителем через месяц по окончании выставки. Сергей Сергеев, Марина Баркова, Сергей Костин. Новости губернии. На масштабной выставке «Россия» один из дней посвятили молодому поколению жителей страны. Говорили о самореализации, федеральных конкурсах, волонтерстве и многом другом. Презентовали персональные проекты, о своих наработках и уже действующих практиках рассказали в том числе самарские молодежные организации. Татьяна Пудова изучила самые интересные инициативы. На выставке России на ВДНХ «Снова море гостей. Тема дня молодежной России» регионы привезли свои достижения. Каждый посетитель стенда Самарской области мог узнать больше о проекте «Иволга». Его история началась в 2013 году, когда по поручению президента России Владимира Путина форум впервые прошел в нашем регионе. Проводится он под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Уже с этого года статус форума сменится на всероссийский. Организаторами профильного дня «Молодежная Россия» выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику в субъектах страны. День начался с шоу-презентации ключевых достижений молодежного сообщества в различных областях от науки, волонтерства и карьеры до искусства, молодежного туризма и предпринимательства. Презентацию открыла заместитель председателя Федерального правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что по поручению главы государства в России в скором времени будет принята стратегия развития молодежной политики до 2030 года. При ее разработке учитывались предложения и пожелания юношей и девушек со всей страны. Еще одно ожидаемое событие — Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в марте. Молодежной теме на выставке посвятили большое число мероприятий. Это в том числе патриотические концерты и презентации книги «Таврида арт только в России». Ее провели в рамках форума национальных достижений «Молодежная политика от Росмолодежи». И в завершение нашей сессии наш председатель правления Григорий Александрович Буров вместе с детьми запустили второй сезон конкурса «Портрет армитажного кота». От Самарского региона в событии приняли участие более 130 молодых ребят. Это воспитанники военно-патриотических объединений, представители молодежных организаций губернии и волонтеры. Возглавлял делегацию министра молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев. И в принципе, когда эта выставка задумывалась, и ее поддержал наш президент, наш национальный лидер Владимир Путин, она задумывалась как выставка, которая покажет и нашим молодым ребятам в том числе, что такое Россия, какая-то огромная страна и, конечно же, какая-то сильная страна. И сколько здесь возможностей для каждого молодого человека. Обращаясь к активистам, руководитель профильного ведомства отметил, Большое внимание к сфере молодежной политики со стороны президента Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Самые активные представители молодежных организаций региона были отмечены наградами. Татьяна Пудова, Новости губернии. И смотрите далее в нашем эфире. Салон красоты из детской мечты. Жительницы Самарской области сумели не просто открыть свое дело, но и активно разбивают его. Помогла господдержка. Подробности скоро. Большая и маленькая. Наш корреспондент отправился на зимнюю рыбалку. Какой сегодня улов, расскажем и покажем в выпуске. Милые картинки из детства. В Самаре открылась выставка художницы, которая делала иллюстрации к произведениям Толстого, Чехова и Пришвина. Вгрузимся вместе в теплые воспоминания. Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Этому празднику, который был учрежден по решению ЮНЕСКО, уже более 10 лет. Можно с уверенностью сказать, что и сегодня радио остается популярным средством массовой информации. И доказательство тому радиостанция «Губерния», входящая в медиахолдинг Самарское областное вещательное агентство. В этом году исполнится 10 лет с момента, как эта «ФМ-волна» начала вещание на территории региона. И все это время неизменно высокие рейтинги и миллионы преданных слушателей. Зона покрытия весь регион, включая самые отдаленные уголки губернии. Конечно, все это благодаря слаженной работе команды профессионалов. Программы, которые выходят на наши радиостанции, периодически попадают в шорт-лист престижных радиоинных конкурсов. А ведущие этих программ становятся победителями этих конкурсов. Но вот из последнего, буквально пару месяцев назад, программа «Диалог» и ее ведущий Дмитрий Белтов получили диплом во международном фестивале «Интеграция». У нас все программы по-своему прекрасны. Все несут что-то доброе, вечное, светлое, позитивное. Надеюсь, даже, что местами и полезное. Посредством Самарского губерния нашего радио «Наша губерния» стала только краше, лучше, светлее и добрее. Радио «Губерния» не боится экспериментов и пробует новые форматы. В том числе, ведущие выходят в эфир прямо с места проведения наиболее масштабных и заметных событий Самарской области. А гостями открытой студии становятся эксперты, выдающиеся личности и первые лица губернии. А теперь об идеях, которые помогут сделать лучше собственный двор, улицу и даже город. В Самарской области общественники готовятся к участию в конкурсе фонда президентских грантов. Представителям некоммерческих организаций и ТОСов помогают эксперты, люди, которые уже смогли получить поддержку. Они проводят обучение, обучающие семинары. Мои коллеги узнали, какие проекты представят на конкурсе. Чтобы увидеть живописные пейзажи, не нужно далеко ехать, ведь и Самарская область богата такими точками на карте, уверен Дмитрий Шипуля. Страстный фанат оздоровительной ходьбы, он дошел даже до президентского гранта и теперь, благодаря господдержке, запускает очередной туристический маршрут. Большая Самарская тропа попробует туризм. Будут разработаны аудиогиды, то есть можно будет скачать приложение и включить себе наушнички. Там она будет вести прямо по месту, когда подходишь к какой-то интересной точке, будет говорить, что здесь интересного. Мы считаем, что ходьба по родным просторам – это лучшая форма воспитания патриотизма. Именно такие проекты готов поддерживать фонд президентских грантов, но отбор строгий. Поэтому по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова разработана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. В этом году до 15 марта в штабе общественной поддержки Самарской области пройдет серия обучающих семинаров и тренингов для ТОСов, которые хотят побороться за право на получение финансирования. К примеру, Лесе Курасовой нужно около миллиона рублей, чтобы воплотить свою идею. Мы хотели реализовывать проект «Центр волонтеров юной пожарной», поскольку взаимодействуем с образовательными учреждениями. В каждой школе хотели бы, чтобы была организована дружина юных пожарных. То есть это подростки в возрасте от 10 до 17 лет, которые бы занимались профилактической работой в области пожарной безопасности. Сможет ли организация выиграть грант? Зависит от многих факторов. Своим опытом очно и на онлайн-семинарах делятся эксперты, которые уже не раз проходили всю процедуру. Именно конкретизируя работу на ТОСах, мы хотим, чтобы и донести до людей, и до самих председателей, членов общественного самоуправления, что они являются такими же общественниками, и через их организацию и люди сами могут прийти со своим проектом и подать в фонд. То есть если мы хотим какой-то досуг реализовать, свою какую-то инициативу, мы поможем тоже вместе с ТОСом реализовать это. По итогам первого конкурса фонда президентских грантов 2024 года, Самарская область среди регионов России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, заняла первое место по объёму финансирования проектов победителей и второе место по количеству одобренных заявок. Всего на реализацию 60 социальных проектов самарских НКО в этом году направят более 175 миллионов рублей. Татьяна Пудов, Владимир Терентьев, Новости губерния. Самарская область, по данным Минэкономразвития России, вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. В список лучших вошли 23 субъекта страны. 63-й регион разделил второе место с Краснодарским краем, Московской, Оренбургской и Челябинской областями. Ну а возглавили рейтинг Республика Татарстан и Ростовская область. Учитывались такие показатели, как вовлечение предприятий в нацпроект, тиражирование лучших практик повышения производительности труда, обучение работников бережливому производству и объем льготных кредитов. Напомню, нацпроект «Производительность труда» реализуется по решению президента и на цели на совершенствование производственных процессов. Сейчас в Самарской области более 170 предприятий, которые им воспользовались. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал повышение производительности труда – один из ключевых факторов развития региона. Самарская область входит в топ-3 России и по уровню инновационной активности организации, а также в топ-10 по объему валового регионального продукта и в топ-10 национального рейтинга «Инвестклимата АСИ». Подробнее об инвест-привлекательности региона в нашем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впрочем, у малой бизнес в Самарской области тоже поддержкой не обделен. Героини нашего следующего материала превратили в реальность детскую мечту. Конечно, одного желания мало. Девушки упорно шли к своей цели не один год. И вот открыли собственный салон красоты. А развить дело им помогла господдержка. О красивом бизнесе расскажет Елизавета Должикова. Анастасия и Елизавета Шкаденко ведут маникюрный бизнес в селе Большая Черниговка. Об открытии своего дела сестры грезили еще со школы, а потом планомерно шли к исполнению своей мечты. Поступили в колледж, прошли обучение по самым разным направлениям индустрии красоты. Упор решили сделать на маникюр. Девушки вернулись в родное село, купили помещение, сделали ремонт и начали принимать клиенток. Мы поняли, что здесь нет такого, чтобы нет сервиса конкретного, чтобы прийти, расслабиться, отдохнуть, получить услугу. За счет этого мы решили здесь развивать все-таки именно в Черниговке, так скажем, в своем селе, потому что нам и так здесь нравится жить, и нравилось всегда. А за счет того, что еще и мы можем что-то здесь сделать лучше, чтобы и людям было лучше, и, соответственно, у нас был свой доход. Хотелось бы в первую очередь развивать именно в своем селе свое дело. Почему-то вот такая вот именно была всегда мотивация внутри, развить именно свое дело в селе. А, соответственно, дальше, если дальше, больше и здесь, и в Самаре везде. Сестры Шкаденко быстро набрали клиентскую базу, поэтому встал вопрос о расширении. Осуществить задуманное в короткие сроки удалось с помощью социального контракта. В рамках этой мероподдержки государство предоставляет людям средства на реализацию их идей. Единовременно можно получить до 350 тысяч рублей. Нам посоветовали заключить социальный контракт, поскольку мы подходили по всем условиям, и нам это очень помогло в развитии, как, собственно, и произошло. Мы обратились в социальный центр комплексного обслуживания населения, собрали все документы. Это произошло все очень быстро, буквально за месяц, за два. У нас уже были на руках все средства, которые были нам необходимы для дальнейшего развития нашего дела. С помощью социального контракта можно не только открыть свое дело, но и улучшить материальное положение, развить личное подсобное хозяйство, пройти обучение и, как следствие, повысить уровень и качество жизни. В 2023 году было заключено почти 7 тысяч соцконтрактов. Елизавета Должикова, Новости губернии. Герои нашего следующего сюжета о красе ногтей заботятся в последнюю очередь. Их страсть — хороший клев. Рыбаки Самарской области, невзирая на погоду, отправляются к водоемам, чтобы выяснить, кто самый уловистый. Любительские соревнования по ловле хищной рыбы впервые в истории прошли на новом месте. Приманивала большую и маленькую Марина Баркова. Впервые зимние соревнования на реке с течением. Сегодня приехали рыбаки со всей Самарской губернии. Вижу, есть женщины на льду и даже мальчик 11 лет. Говорят, что с утра были поклевки. Ловится здесь голавль сегодня и окунь. Но рыбаки не очень довольны. Говорят, что у рыбы давление. Это эхолот у вас? Да. Что говорит эхолот у вас? Да что говорит, рыбы нету. Надежда это единственная женщина, которая участвует во всех сезонных соревнованиях. Это и лето, и осень. Она одна. И бывает, что трофеи даже превышают, бьют рекорды. То есть облавливаем мужчин. И на зимней рыбалке поздравляем вас, Надежда. Вы впервые. Ни хвоста, ни чешуи. Все. А сына вы давно берете с собой? Вот ребенок 11 лет. Ну, давно. Ну, как? Ну, не знаю. Ну, лес с семи-то точно. И зимой вы не переживаете, что он там замерзнет? Ну, мы вообще с Якутии. Здесь там очень тепло. В любую зиму. Мы находимся в поселке Кузькинерском. Делаем на этом водоеме впервые. То есть зимнюю рыбалку на льду с течением. На блесной балансир. Рыба клюет не очень. По той причине, что слом погода идет, то мороз, то тепло. Возможно, из-за этого колебания. Смотрели в охолоте. Рыба под ним поднимается. Даже поднимается судак. Вот сегодня с одним наблюдал. Откуда он поднимается? От дна. За приманкой поднимается. Но он его не берет. Не хочет. Не хочет кушать, да. Неактивно. Я тут посижу немножко. Порыбачишь хоть? Вам уточку дать? Нет, не надо. У тебя же есть уточка. Я рыбу. Я рыбу подговариваю. И куда я подхожу, сразу клюет. Я потому что знаю, как договариваться надо с рыбой. Повись, рыбка большая, маленькая. Повись, рыбка большая, маленькая. Сколько куней находил сегодня? 40 с чем-то. Нормально. С расчета. Такой великий счет. Давай похлопаем. Самый большой улов. Первое место. Это 2 килограмма. 140 граммов. Степан Драчук. Второе место. Это Кащенко Максим. Кило 900. И третье место. У нас кило 540. Пахомов. Самая большая рыба. Головль выловленная сегодня на 720 граммов. Вообще стоял на судака. А поймал головля. И в какое время он клюнул? Ну, прям в конце соревнований уже. А, в самом конце. Ясно. А до головля были поклевки или какие-то трофеи? Пару поклевочек было. И больше всего. Само собой получилось сейчас. Не было никакой тактики. Просто ходил, искал, бурил. А кто тебя к зимней рыбалке приобщил? Дедушка. С дедушкой начали ездить. Вот мне лет 9-10 было. Уже ездил. Марина Баркова, Алексей Гриднев. Новости губернии. При этом спасатели напоминают, выход на замерзшие водоемы небезопасен. Особенно в дни температурных перепадов. Например, сегодня днем в регионе было существенное потепление после сильных морозов. При выходе на лед помните, что его прочность можно определить визуально. Самый надежный лед голубого цвета, а у белого же прочность вдвое меньше. Опаснее всего выходить на лед серого, матового белого или желтоватого оттенка. Также покрытие непрочное в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. Сохранять осторожность рекомендуется и в местах скопления водорослей, вблизи деревьев, кустов и камыша. Лед и в городе может быть опасен, особенно когда речь идет о крышах. Убирать снег и налезь с кровли должны управляющие компании. Впрочем, справляются с этой задачей. Не все и не всегда. В таких случаях на помощь приходят соцсети и Центр управления регионом Самарской области. Гуляя сейчас на улице, лучший совет – будьте осмотрительны. Обращайте внимание на крыши. В феврале ЦУР Самарской области направил муниципалитеты более 250 жалоб, где шла речь о сосульках и заснеженных кровлях. На этой неделе наряду с сильными морозами ожидается оттепель. Жители Самары стали свидетелями схода снега с крыши на улице Галактионовская, 193. Это обращение ЦУР передал в администрацию Ленинского района. Крышу расчистили. Стоит отметить, что больше половины скатных крыш находятся именно в исторической части города – в Самарском и Ленинском районах. А в доме на улице Галактионовской, 189, на первом этаже расположен детский сад. Родители малышей заметили, что крышу необходимо срочно почистить. После этого обращения работы по расчистке кровли были организованы в тот же день. Администрация района напомнила руководство управляющей компании об их обязанностях. Жители Красноглинского района также не обделены скатными крышами. Особенных много в старом фонде. Жители дома номер 13 в 10 квартале выразили обеспокойство по поводу снежной кровли. Из-за этого в квартирах раньше времени началась весенняя копель. Управляющая компания проблемы не замечала. Вмешался глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов и сам сообщил жителям, что крыша расчищена. Если вы хотите, чтобы ваше обращение в соцсетях органов власти быстрее взяли в работу, выбирайте госпаблики, официальные группы городов, районов Самарской области в социальных сетях. Личные страницы есть также у глав внутригородских районов Самары и всех муниципалитетов. К другим темам. В Самарской области обеспечен широкий функционал и качественное лечение. Три года назад благодаря нацпроекту здравоохранения модернизировали Центры амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы номер 4. Набрали штат, получили современное оборудование. Теперь врачи помогают пациентам оперативнее. За это время они выявили более 1300 случаев злокачественных новообразований, из них 75% на начальных стадиях. Работу Центра проверила председатель комитета Самарской губерненской думы по здравоохранению, демографию и социальной политике Марина Седухина. Длинные очереди и дефицит необходимого оборудования. Так было раньше до открытия Центра амбулаторной онкологической помощи в Самарской городской больнице номер 4. Но благодаря национальному проекту здравоохранения ситуация изменилась в лучшую сторону. ЦАОП открыли в декабре 2020 года. Расширился штат. Сейчас он укомплектован на 96%. Все врачи – профессионалы своего дела. Центр обслуживает более 192 тысяч жителей Ленинского, Октябрьского и Волжского районов. За три года туда обратились 50 тысяч пациентов. Мы можем провести здесь гастроскопию, колоноскопию со взятием биопсии. Соответственно, если находим какие-то новообразования, УЗИ с пункцией образования, с последующим психологическим исследованием. Маммография цифровая у нас возможна проведение. Центр оснащен современным оборудованием для диагностики – рентгенологическим, эндоскопическим и ультразвуковым. Пациентов обследуют комплексно. Они получают медицинскую помощь, вовремя проходят лечение, в том числе и в условиях дневного стационара. Национальный проект здравоохранения и программа борьба с онкологическими заболеваниями в действии. Так я могу сказать после того, как посмотрели мы этот центр. Вы знаете, самое главное то, что помощь приближена к населению. И все национальные проекты и задачи, которые ставит наш президент по реализации этих национальных проектов, я могу констатировать тот же факт, что они достигнуты. Благодаря нацпроекту здравоохранения, который реализуется по решению президента страны, в Самарской области за последние годы открыто 10 центров амбулаторно-онкологической помощи. В этом году начнут работу еще два – в Сергиевском и Кенель-Черкасском районах. Таким образом, у жителей удаленных населенных пунктов появится возможность получить консультацию врача-онколога, лечение и обследование рядом с домом. Екатерина Лесная, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Более 500 тысяч жителей Самарской области получили в прошлом году пособия по временной нетрудоспособности. Они выплачиваются официально трудоустроенным гражданам в случае болезни, травмы, карантина или необходимости ухода за членом семьи. Сумма перечисляется в течение 10 рабочих дней. Первые три дня оплачивает работодатель, после чего деньги перечисляет Социальный фонд России. Если листок нетрудоспособности гражданина сформирован в связи с уходом за больным членом семьи или карантином, то пособие за весь период выплачивается за счет средств регионального отделения фонда. При расчете пособия учитывается средний заработок сотрудника за два предыдущих года и его страховой стаж. Если стаж менее 5 лет, гражданин получает 60% от среднего заработка. От 5 до 8 лет пособие составляет 80%. Более 8 лет листок нетрудоспособности оплачивается в размере 100% от среднего заработка. А сейчас о кадровом назначении в региональном правительстве. Министром спорта Самарской области стала Лидия Рогожинская. Ранее она занимала эту должность с приставкой в Рио. Постановление о назначении подписал губернатор Дмитрий Азаров. Рогожинскую назначили министром на срок до конца полномочий действующего главы региона, сообщили в профильном ведомстве. Напомню, с октября 2013 года Лидия Рогожинская была заместителем министра спорта Самарской области и занимала в ведомстве должность руководителя Департамента физкультуры и спорта. А до этого с 2009 возглавляла управление высших достижений Департамента физкультуры и спорта. Спортивная сфера в Самарской области активно развивается. Возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, появляются универсальные спортплощадки и растет число жителей региона, которые выбирают здоровый образ жизни. Подробнее об этом в цифрах и фактах в нашем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они пройдут 17 и 18 февраля в спортивной школе «Чайка» в Управленческом. Принять участие смогут жители губернии от 9 до 99 лет. Представлены дистанции на 2,5, 5, 10 и 15 километров в свободном стиле. Помимо гонок, в программе семейные эстафеты, выступления творческих коллективов, угощения и подарки. Подробнее о правилах и условиях соревнований вы можете узнать и на нашем сайте. Подать заявку можно до 14 февраля, включительно по электронной почте. Ее вы видите на своих экранах. Областные соревнования по биатлону состоялись на севере региона. Камышла – настоящая кузница кадров для профессионального биатлона. Там работает центр подготовки «Беркут», открытый по инициативе и на средства самих жителей. Как только выпадает снег, местные спортсмены встают на лыжи и берутся за ружье. Готовятся ко всероссийским соревнованиям и участвуют в областных. О быстрых и метких – наш сюжет. Ильгиз Соляхов родился и вырос в Камышле. Здесь и встал на лыжи. Долго и упорно занимался. Заметили. Сейчас входит в сборную Башкирии по биатлону. Когда приезжает на малую родину, всегда тренируется на трассах «Беркута». Начал с лёгкой атлетикой заниматься. Меня позвали на соревнования. Пробежал третье место, занял. И с этого момента всё и началось. Тренер позвал на лыжи, когда снег выпал. А вообще целым нет. Всё прекрасно. Лыжи катают, стараются. Для нас всё. Чтобы результат показывали. Для Льшата Каюмова победа в чемпионатах страны пока только цель. Прямо сейчас он готовится к всероссийским соревнованиям по биатлону, которые в марте пройдут в Ярославской области. От 63-го региона туда поедут 8 спортсменов. Стало намного удобнее. Мы начали ездить на всероссийские соревнования. Появились новые вагончики. Привезли много винтовок. Постоянно покупают лыжи, палки, ботинки. «Беркут» у нас появился где-то 3 года назад. Мы постоянно стреляем, бегаем, готовимся к соревнованиям. Ездим на первенство России. В это время здесь, в Камышле, в биатлонном центре проводят областные соревнования, на которые приехали участники из разных уголков губернии. Этот биатлонный центр «Беркут» создан по инициативе и на средства самих жителей. Он включает в себя несколько трасс. 700 метров, 1000 и 1200, а также 1,5 и 2 километра. Стрельбище и теплые помещения для переодевания. Мы здесь создаем условия для занятий биатлоном. Катаем трассы. У нас замечательный рельеф. Даже если приезжают участники чемпионата мира, то есть говорят, что для детей очень хорошие условия. В этом году модернизировали стрельбище, сделали освещение, сделали козырьки, то есть поменяли освещенную трассу. Одним из первых трассы оценил трехкратный олимпийский чемпион Эдуард Латыпов. Он родом из Камышлы. Мария Левина, Владимир Терентьев, Алексей Гриднев. Новости губернии. В завершении выпуска о культуре. В галерее Самарского отделения Союза художников России открылась выставка выдающегося анималиста Татьяны Капустиной. Интересно, что рожденные в Советском Союзе хорошо знакомы с творчеством художника по книгам Бианки Паустовского-Пришвина. Общий тираж иллюстрированных книг более 20 миллионов. Вспоминала милые картинки из детства Марина Баркова. Так же, как и ее персонажи, художник Татьяна Капустина была всегда в движении. С блокнотом в руках она объехала весь мир. На Таймыре рисовала тундру, в Средней Азии сайгаков и верблюдов, на Камчатке оленеводов и тюленей. На грузовом судне она прошла весь Северный морской путь, Атлантику и Антарктиду. Выставка «Все звери мои» цена тем, что здесь можно увидеть оригиналы. Это и акварель, это и литография, гравюра на камне. И почувствовать руку автора. И то, что экспозиция состоит на самом деле из уникальных музейных, раритетных вещей. Эта выставка интересна вот этим. На вернисаже 63 работы из частной коллекции Артема Богодяш. Единственный наследник творчества художника-анималиста живет в Тольятти. К столетию со дня рождения Татьяны Порфирьевны он взял на себя обязательство организовать 100 выставок. Всю жизнь прожила в Санкт-Петербурге, не выезжала, семью у нее не было, она замуж не выходила. Семья Богодяш около 40 лет, может быть, даже чуть больше 40 лет дружила с Татьяной Порфирьевной Капустиной. Сошлись они, как-то дружба началась, знакомство в охотничьем обществе. Первая книга с иллюстрациями Капустины вышла в 1959-м. Позже она стала художником для более 120 изданий. Это произведения Толстого, Чехова, Бианки, Пришвина, Житкова, Паустовского и многих других. Сегодня общий тираж иллюстрированных Татьяной Порфирьевной книг. 20 миллионов экземпляров. Я их помню еще с раннего, с раннего своего возраста. Я выросла на них. У меня мама художника, она мне покупала прекрасные иллюстрированные издания. При всей ее легкости, и вроде бы это все реалистично, но это же очень так красиво схематически издание. То есть каждый мазок выявлен, каждый штришок. Мне кажется, у нее наоборот удаются собаки. Именно лайки и борзые. И чувствуется, вот еще момент, любовь ее не только к собакам, но любовь даже к волкам, которых, видите, это жанр, собаки побеждают волка, но тем не менее у нее все равно. Какое-то теплое чувство, охота есть охота. Еще одна сфера деятельности художника – воспитание сибирских лайк. Более 60 лет Татьяна Порфирьевна состояла в охотничьем обществе и являлась экспертом по полевой работе западно-сибирских лайк. Участвовала в кинологических соревнованиях и выставках. Марина Барков, Сергей Костин, Новости губернии. На этом у меня все. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжат сериал «Волчье солнце». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На море ожидается пасмурное с небольшим снегом. Днем – минус 8, минус 14, ночью – 10 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 78,91%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова